Итак, дорогие соискатели свободной энергии, по просьбе трудящихся рассказываю как настраивать фонарик акуловский. Я нахожусь сейчас далеко от дома, за 2000 километров, под рукой ни схемы ничего не было, распечатать нельзя было, поэтому нарисовал от руки. В чем переделка заключалась? Во-первых, включение микросхемы. Здесь я ее включил. Эти схемы есть в интернете. Любая схема однотактного режима с регулировкой скважности и частоты. Та схема, которая есть в интернете фонарика акулы, она скважность 50 процентов у нее, что не позволяет настроить нужный резонанс феррита. Значит, схема однотактная, только включена в 12 режиме. Тринадцатая нога у нас на плюсе. Так, чтобы потом схема была более понятна, я отдельно ссылочку под видео выложу. Значит, как начинается настройка, с чего. Ее можно делать даже без трансформатора, а начинается с настройкой делителя. Я так и указал на этой схеме, также название резисторов R9, R11, R10, которые идут на первую ногу. Для того, чтобы нам настроить, нам нужен блок питания, чтобы можно было регулировать напряжение хотя бы до 13 вольт. Ну и желательно, конечно, осциллограф. Хотя, для настройки самой схемы осциллограф обязательно. Значит, что мы делаем? Подключаем сюда 12 вольт от блока питания и меряем напряжение на первой ножке микросхемы. Или подключаем осциллограф скажем, на затвор полевика и смотрим, есть ли генерация. Если генерации нет, это значит, что на первую ножку, это при условии, что схему собрали правильно, на первой ножке, значит, у нас будет 5 вольт или больше. Это значит, что микросхема выключена. То есть, на усилитель ошибки, которые находятся на первой, второй ноге, на первую ногу, у нас пришло сигнал выключения. Значит, нам нужно сделать, чтобы при 12 вольтах она работала. То есть, напряжение на первой ноге должно быть меньше 5 вольт. Далее, блок питания увеличиваем напряжение примерно до 12 и 6 вольт. Смотрим напряжение на первой ноге. При 12 и 6 вольтах микроуха должна выключаться. Примерно при 12 вольтах микроуха должна включаться. То есть, при 12 и 6 вольтах на делителе, то есть, на первой ноге у нас должно быть больше 5 вольт. 502 где-то так. При 12 вольтах меньше 5 вольт. Вот в этот диапазон от 12 до 12 и 6 вольт, где-то до 12 с половиной вольт, микроуха должна еще работать. Вот это и есть, как все на форумах называют, что микросхема должна работать пачками. Но это не совсем так. И дроссель, связка C11, дросселя и C13 не является генератором пачек. Через эту цепь у нас идет разрядка конденсатора C11 и порциями выдается напряжение, заряжая конденсатор C13. Отсюда же берется у нас съемный делитель напряжения. То есть, смысл какой? Когда микросхема начинает генерировать у нас сигнал, имбус. Если феррит настроен правильно, дальше расскажу, как феррит нужно настроить. Если настроено правильно, то у нас напряжение на конденсаторе C11 растет. И растет до напряжения питания. То есть, допустим, запустили мы с 12 вольт. Растет примерно, как мы делителем выставили, 12,6. Вот он растет до 12,6. Если все правильно настроено, должно где-то несколько импульсов, 2,3. Конденсатор уже заряжен и микросхема выключается. Этот конденсатор в большей степени питает только микросхему, когда она не работает. То есть, там потребление мизерна. Ну, расходы, понятно, на стабилизатор. И микросхема, даже если она выключена, все равно определенные узлы у нее работают. Конденсатор C3, это он в основном питает при выключенном генераторе, питает нам светодиоды. Ну, отчасти C11, больше C3. Значит, теперь по поводу включения драйверов. Сейчас я в комплексе потом вернусь опять к настройке, так как это уже связано с работой трансформатора. Значит, почему нужно два транзистора включать как драйвер на полевик. При схеме с одним транзистором у нас получается инверсный режим. Когда нет генерации, у нас транзистор открыт, что недопустимо. Ну, ключ в смысле. Когда есть генерация, транзистор закрывается. Нам нужно сделать наоборот. Данная схема, ну, можно конечно драйвер на микросхеме поставить, но учитывая, что эти транзисторы будут стоить 3 рубля, а драйвер рублей 200, поэтому целесообразно включить все на транзисторах. А здесь у нас получается один транзистор открывает нам полевик, второй транзистор, через него разряжается затвор, то есть закрывается полевик. С этим думаю понятно. Дальше. Значит, как настраивается резонанс. Отключаем вторичную катушку. Неважно, можно просто отпаять один конец ее. Подключается осциллограф к горячему концу, то есть к транзистору. Скважность пока ставим самую минимальную. Частоту тоже самую минимальную. Регулируем, убираем ее на минимум. И смотрим по осциллограмме, как идут у нас удары от ключа. Обычный сигнал. Обычный сигнал у нас такой. Идет удар и потом идет противо ЭДС и так далее. Нам нужно добиться так, чтобы был удар. А здесь у нас будет примерно вот такой вот всплеск. Может быть поострее идут. Вот так вот. А потом только идет вот противо ЭДС. Вот этот момент нам нужно поймать частотой. Как мы его поймали, кстати, на некоторых ферритах может и не работать. Я не могу сказать, какая марка нужна феррита. Тот, который я брал, трансформатор, от какого-то импульсного блока питания. Размеры сейчас, к сожалению, не помню. Так как не дома и под рукой его нет. Ну, в общем, у меня там в первом видео он там мелькал. И он там был, кстати, намотан неправильно. Значит, когда мы вот этого добились, дальше мы делаем скважницу. Добиваемся так, чтобы этот импульс появлялся в тот момент, когда ключ у нас уже закрыт. А иначе у нас импульс будет не конденсаторы заряжать, растворяться опять в этом транзисторе. То есть он через открытый транзистор будет гаситься. Вот это вот, это дело и добивается скважностью. Значит, сам трансформатор, вот как там Кулабухов говорил, параметры указаны на схемы верные. Мотайте, все будет работать. Но он забыл сказать одну очень важную штуку. То, что диаметр провода 0,75 это его диаметр вместе с изоляцией. А сама жилочка там должна быть тоненькая. 0,15 где-то до 0,2 миллиметра. Я сейчас не помню какой я провод использовал. Я короче, какая там точно толщина у него была внутренняя. Но я взял вот эти провода, которые идут в компьютерах на светодиодике, там тоненькие такие проводочки. И на них отдел термоусадку такой толщины, чтобы он так более-менее плотненько оделся, нагрел его. И получилось где-то 0,7 миллиметра наружный диаметр его обмотки. Значит мотается обе катушки трансформатора в одну сторону. Начинаем вначале мотать первую. Намотали и сверху первой мотаем вторую до заполнения. Там два слоя по-моему у меня выходило. Вот в принципе, вот это вот и есть важная фишка. Если мы намотаем толстым проводом, то как у всех я видел на видео, ток потребления жала 5-6 ампер, соответственно, конечно, работать не будет. Также и дроссель здесь тоже не кратично. Можно намотать его тоненьким проводом 0,2 миллиметра, где-то так 100 микрогена ему сделать. Так, потом... Значит, что мы еще повторим? Что мы повторим? Значит, диод, вот этот обратный, нужен для того, чтобы раздражался затвор быстрее, минуя резистор. Диод УФ-4007, достаточно его будет. Или любой диод шутки сюда нужно наставить. Это обычные два стабилитрона по 15 вольт, защита небольшая на полевик. Хотя, предпосылок, чтобы он горел, такого не было. Дальше, конденсаторы по 2000 микрофарад у меня не было. Я оставил по 2200 на 50 вольт. Так, и еще раз расскажу принцип. Принцип, когда, ну, у нас исходное состояние, все конденсаторы разряжены, питание не подано. Мы подаем запускной 12 вольт там от батареек. Мы подаем. Все это дело отключается. Кстати, диод этот обязательно сюда ставить. Иначе, если мы подключим, мы можем не запустить схему, иначе у нас обратные импульсы от трансформатора могут сразу уходить через блок питания и ничего нам толком не зарядиться. Значит, при подаче сразу у нас включается микросхема. Напряжение будет и здесь 12 вольт, и после кренки будет также 12 вольт. Идет генерация, у нас идут удары. Вот от этих всплесков у нас заряжаются конденсаторы C11 и C3. При увеличении, при увеличении напряжения на конденсаторе C11, когда она доходит до 12,6 вольт, это буквально 2-3 импульса от микросхемы, у нас срабатывает делитель и защита микросхемы, первая ножка, включается генерация, закрывается ключ, и у нас схема продолжает от конденсаторов слегка поддерживать работу микросхемы. там буквально 5-6 миллиампер будет потреблять и соответственно будет делитель контролировать напряжение на конденсаторе C11. Дроссель здесь, не конденсатор C13, нужно для того, чтобы маленькими порциями заряжался конденсатор C13. А это не цепь, так сказать, создание импульса. Далее, как у нас напряжение падает здесь до 12 вольт, здесь срабатывают на первой ноге, напряжение опускается меньше 5 вольт, включается генерация. Включила генерация, опять 2-3 импульса, конденсаторы опять у нас заряжены и процесс повторяется, микросхема выключается и так далее. Вот здесь, значит, какой момент на трансформаторе? Трансформатор, если у вас стоит вне платы печатной, значит, вот эти провода, которые идут от платы к трансформатору, должны быть раза в 3 толще самого самой жилки провода. Но я припаивал по-моему, вообще миллиметровым проводом. То есть, жилка у меня была, по-моему, 0,15 или 0,18 толщина, сейчас точно не помню. А сюда многожильным, где-то миллиметр в диаметре самих жилок, я припаивал трансформатор. Иначе, также этот импульс, может, он где-то и есть, но он теряет, будет теряться вот в этих всех проводах. И, соответственно, полевой транзистор тоже нужно подбирать так, чтобы в момент удара и до вот этого импульса, обратного, транзистор должен успеть закрыться. Если он не закроется, весь импульс потеряется. Вот, в принципе, и вся настройка. Промучился я недели две, пока до этого дошел. Хотя, большую часть убил, читая форумы, где народ очень сильно уводил получать действительность это все дело. Вот, в принципе, и вся настройка этой сранья. Работать, я скажу, недолго. Максимум недели две.